Я радуюсь, когда звучат свидетельства. Вы знаете, в Откровении написано, 12 глава, 11 стих, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И поэтому, когда мы свидетельствуем, мы победители. И Божье имя прославляется, а дьявол, он теряет силу, теряет власть в наших семьях, в наших церквах, в наших жизнях. И пастор попросил еще немного поделиться, коротко, о том, что Бог сотворил великое в моей жизни и служении. И, вы знаете, сейчас, возможно, это звучит нереально, но в детстве и в юношестве я боялась микрофона. И я очень любила петь, но когда я пришла в церковь, и люди слышали, как я пою, они говорили, «Светлана, ты бительки с братом испеваты». Я не знала, что делать, у меня был сильный голос, с братьями мне было низко, с сестрами высоко, но я хотела петь. Моя мама учитель музыки, и мой папа Барт, он писал авторские песни, я была на нескольких его концертах. Он даже пытался меня научить играть на гитаре, но я так и не научилась. Во втором классе меня отдали в музыкальную школу, но там была очень строгая учительница. Она била меня по пальцам за то, что я просто играла наизусть, не смотрела в ноты, и я бросила музыкальную школу, о чем до сих пор сильно жалею. Но в церкви все-таки мне позволили, как-то взяли в меня чудом в хор, и я продолжала петь, хотя часто слышала в свой адрес, что я режу или не попад как-то пою. Спустя еще четыре года меня просто какой-то Божьей милостью взяли в трио «Истина». Наверное, некому было. И тоже, когда мы пели втроем, я смотрела и хотела, конечно же, все, наверное, кто любит петь, хочет петь соло, но мне никогда его не давали. А если давали петь соло, говорили, я так старалась показать, что я могу, так давила на свой голос, что больше мне не давали. И когда у нас было не так много микрофонов, как сейчас, и было всего два микрофона, говорили, ну, Свете можно не давать, ее и так будет слышно. Я смирялась, слыша это, хотя мне было обидно, как ребенку, как подростку, и продолжала петь. И я благодарна Богу за то, что Он дал мне возможность, дал людей, которые поддерживали мои руки, которые не били по рукам, а поддерживали. И благодаря Его поддержке, Божьему благословению, я научилась петь на евангелизации, и пою сейчас, и я рада этому, что я могу служить этим даром. Но, возможно, вы сегодня пробуете петь, пробуете читать стихи, или как-то по-другому реализовываться в служении, и не все получается. Когда вы выходите на сцену, и делаете что-то в своем призвании, могут труситься руки, коленки трястись, и редко выходит что-то идеально. Дьявол, он всегда атакует нас сомнениями. Его задача нас остановить, чтобы мы не служили Господу, а отвлеклись на что-то, вот как сестра говорила, на ненужное, то, что позволит ему управлять нашей жизнью. Его задача, чтобы ты поверил в его лжи и закопал свои таланты, остановился в том, куда Бог тебя зовет. Вот, вы знаете, страх он есть, но вот мой тренер по легкой атлетике всегда говорил, что если у тебя мандраж, такой страх перед соревнованиями, то ты хорошо выступишь. А если нет, то выступишь плохо, пробежишь плохо. И знаете, так же и в Божьем деле. Когда ты выходишь сюда и молишься, Господи, ты знаешь, я не могу, но ты будь со мной, ты делай через меня. Ведь наше тело — это храм Духа Святого. И в этот момент, когда ты не на себя уповаешь, Бог благословляет, Бог помогает. Просто делай шаги вперед, не бойся. И, конечно же, очень важно, чтобы мы с вами, как церковь, поддерживали руки, не критиковали, а благословляли почаще тех, кто что-то делает. Когда-то автор книги «Путешествие пилигрима» Джон Буньян написал, что если моя жизнь приносит много плода, неважно, кто меня хвалит, а если плода много, какая разница, кто мною недоволен. То есть, если мало плода, неважно, кто меня хвалит, но если много, критикующие будут. Давайте поощрять друг друга к любви и добрым делам, а не к тому, чтобы постричь или поправить. Не жалейте добрых слов, восхищайтесь, хвалите, поддерживайте любые хорошие начинания. Возможно, именно ваше слово, которое вы сегодня посеете в жизнь какого-то человека в будущем поможет ему стать великим служителем и сделать много для Бога. Я часто шучу, что я журналист, и это не профессия, а диагноз. И я благодарна Богу, что Он благословил меня реализовываться в этом призвании. Но вспоминая свои первые шаги, как телеведущий, мы делали евангелизационную программу на Винницком областном телевидении ТРК Пеллигрим, Твое житя, может быть, кто-то слышал, видел. И как только загорался этот красный огонек записи на камере, у меня все мои умные мысли, которые я заранее заучивала, просто куда-то улетучивались. Я терялась, я иногда десятки дублей просто делала, чтобы сделать что-то. И это нормально, не ошибается тот, кто ничего не делает. Сейчас я просто говорю, Господь, кто я, когда за плечами столько журналистской деятельности, кто я, что Ты, Господь, на меня презрел, что Ты заметил меня малую песчинку, девчонку с провинциального городка, из неверующей семьи и благословил, просто потому, что я хотела служить Богу. И вы знаете, что если бы не Бог всемогущий, меня бы уже давно не было в живых. И если вы не слышали мою историю, то можете найти на Ютубе. И я часто говорю, что журналисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, они записали факты жизни Иисуса Христа и апостолов, и сегодня, благодаря их труду, нам с вами есть откуда читать и проповедовать. Благодаря тому, что кто-то переписал от руки, либо потом растиражировал, поделился этим с другими, мы сегодня можем знать о его чудесах, можем славить Бога, можем рассказывать другим. Как вы думаете, у кого хорошо с математикой, сколько людей знают о том, что Бог исцелил слепого Вартемея? Ну, миллионы, наверное, если всех уже перешедших вечно считать. Сколько людей знают о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением? Тоже многие. У кого из вас было хотя бы одно чудо в жизни? У кого Бог отвечал на вашу молитву? Кто видел Божью руку и его чудеса? А сколько людей узнал об этом? Ваша семья, ваша церковь? Давайте делиться не сплетнями, не какими-то плохими новостями, давайте делиться тем, что Бог совершает в нашей жизни. И я верю, что мы будем победителями, потому что сегодня пишется вот эта современная история христианства нами, и Богу нужны люди, которые будут готовы делиться о его чудесах. Я думаю, что мое время на свидетельство вышло, но я бы хотела еще поделиться песней. Я ее уже пела у вас когда-то давно, но я верю, что именно она сейчас кому-то нужна. Эта песня о том, что даже если в тебя летят стрелы, все равно продолжай служить Богу, продолжай петь, продолжай делать его дело, и ты увидишь, как твоя хвала, она подымет крылья у твоей души. Если душа сложила крылья, нет больше сил взлетать над пылью, реки уносят по теченью, как ей вернуть полет стремленьем вместо огня. На сердце пепел мысли добра развеял ветер в доме души смертельно грустно. Ты ободрись, прослави Суса. Ой, хоть льются слезы, в бой, пусть злятся грозы, в бой, хвала подымет крылья у души. В бой, Бог выше горя, в бой, Господь с тобою, в бой, к Его ногам упасть ты поспеши. Тучи пройду, они не вечны, снова подует ветер встречный, птица душа вспорхнет повыше. Бой, не стыдись, пусть каждый слышит. Хор в небесах поет хваленье, но где же ты, твое где пенье, он никогда не умолкает, только тебя там не хватает. Пой, хоть льются слезы, в бой, пусть злятся грозы, в бой, хвала подымет крылья у души. Пой, Бог выше горя, пой, Господь с тобою, пой, к Его ногам упасть ты поспеши. Пой, хоть льются слезы, в бой, пусть злятся грозы, в бой. Пой, Бог выше горя, в бой, Господь с тобою, в бой. Его ногам упасть ты поспеши. Пой, хоть льются слезы, пой, пусть злятся грозы, пой, хвала подымет крылья у твоей души. Да благословит нас Господь!